ТИМ ЛИКРИДС Матч. Ну, это только начало, собственно, у нас впереди, возможно, 5 полноценных карт, это будет самое веселое, что мы будем здесь наблюдать. ЛИКВИДЫ против ВИЧИ. Первая карта, Темпларк и Кентавр, сразу забирают себе таких героев ЛИКВИДЫ, ВИЧИ забрали Виспа Гирокоптера, где-то я уже видел Виспа Гирокоптера, было у нас противостояние в верхней сетке между ВИЧИ и ЛИКВИДами, вот там вот как раз 3 карты получилось поиграть, и карта, где играли ВИЧИ через Виспа Гирокоптера, она закончилась поражением для ВИЧИ. И вот в этом самая большая загадка, смогут ли они сейчас реабилитироваться, нашли ли они, в чем была причина поражения тогда, и смогут ли они сейчас выиграть, вот в чем вопрос. Давайте по банам пройдемся, мне кажется, очень интересные должны быть баны. ЛИКВИДЫ забанили у нас Свена, Омни Найта, Ораклы, Марса, особенно хочу из этих героев отметить Омни Найта, именно с ними играли ВИЧИ Гирокоптера, все три карты, вот в этом, в Бестов 3 верхней сетке, когда матч за выход в финал, когда проходил между ЛИКВИД и ВИЧИ, вот, собственно, вынесли уроки некоторые ЛИКВИДЫ, ну и, конечно, Свен, да, со Свеном очень много игр сыграли сами ВИЧИ Гейминг. Касаемо ВИЧИ, забанили Ани Щена, Магнуса, Варлока, Марфа и Гримстроука. Вот такие вот интересные герои. Ну, что касаемо ВИЧИ и их банов, тут, впрочем, наверное, нечего особо отметить, кроме, наверное, Магнуса. Ну, то есть все герои достаточно неприятные и очень метовые, то есть против них или с ними играть не очень-то хочется. Вот, поэтому, да, Магнус это особенный такой респект в сторону ЛИКВИД, они любят играть через Магнуса и Эмберспирита, поэтому отдавать комбинацию не хотят ВИЧИ, хотя, честно говоря, законтрить однажды им уже удалось на это дело. Так, ну что, что у нас по поводу героев для ЛИКВИД? Появился Эмберспирит. Эмберспирит, это круто, это, наверное, одна из сильнейших четверок сейчас. Единственное, что... Ну, вообще, Кентавр, мне кажется, один из самых сильных сейчас оффлайнеров и... То, что его забрали, это очень круто. Круто. Другое дело, что против Гирокоптера я бы не сказал, что это прям так хорошо заходит, но Кентавр очень плотный, очень плотный, неприятный, особенно если ты берешь какого-то физушника, да, дамажить. Ну, у Гира есть возможность просто бить с магией, поэтому есть некоторые плюсы в этом самом деле. Но, с другой стороны, если заряжать ему постоянно пассиву, да, то есть давать Ретелейту накапливать заряд, там будет сочно выписывать этот ИЧК Кентавр. Так, ВИЧ Гейминг. Кого будут забирать ВИЧ Гейминг, вот в чем вопрос пока. Честно говоря, у ВИЧа есть большая, там, большой пул героев, большая составляющая персонажей, которыми они уже играли. Большая у них богатая история, я хотел сказать. Да, ну вот, если честно, я смотрю за драфтами, которые были раньше в исполнении ВИЧ Гейминг, там они себе забирали Кентавра, играли с Дарксиром. Кстати, Дарксира нет, если что, в бане, возможно, его присмотрят к себе. Ну, да, да, да. Ну, вот просто еще один из самых сильных и неприятных, наверное, героев. Третья позиция это Тарксир, довольно он удобный тем, что ты можешь уйти, там, за тавр, например, фармить хрипов, да, выводить постоянно. Скорее всего, этим и будет заниматься Янг, кто знает. Ну, еще они играли через Марса, если я не ошибаюсь, это Марс был третьей позицией. Вот они еще против Тинси играли с Марсом. Собственно, там они победили. Там было неплохо. Так, а вот играли они против Гамбитов, там у них был самих Кентавр. Тоже Висп, Гиро, Кентавр, Варлок. Такая вот у них связка была. Ну, ДПшку еще забирали, возможно, здесь ДПшка появится. Оу, класс, смотрите, у нас появляется спиритбрекер Дарксир. Это герои, которых, как правило, берут на первую стадию пика, как раз вот на дабл пик или еще где-то. Вот, хороший-хороший, мне нравится выбор такой. Сразу взяли с себя Парэйшн на Ликвиде. Это герой, который будет контрить у нас Виспа, то есть его реген полностью. Ну, как вариант, смотрится неплохо, да. Конечно, это интересненько, но все-таки... Осталось пять секунд. Но все-таки, не знаю, тяжело прям наверняка сказать по как-то сильнее. Мне очень нравится связка Висп-гиро, мне также очень нравится Вихан на Темпларке. И пока вопрос, кого возьмут Вич, чтобы закрыть Темпларку. Вообще, по-хорошему, я бы даже, может, Сторма какого-то взял для Вич, кто знает. Честно признаться, герой, который нападает на Парэйшн, убивает его вообще без проблем. Темпларку в миде можно неплохо так прохарасить. То есть, если захотят Вич, можно попробовать что-то такое. Есть еще Лишрак для них в пуле, но Лишрак, мне кажется, послабее, нежели Чиммин Шторм. Ну, по крайней мере, в миде против Темпларки. Ну, как вариант, пожалуйста, конечно. Так, ну что, Ликвиды? Вот они думают, кого банить. Ластпик, если что, у Ликвид, они будут закрывать, так сказать, замыкать всю эту историю. Но им не хватает только Герри. Вот на месте Вич и Гейминга я бы даже забеспокоился больше. То есть, кого банить, непонятно. У Миркла богатый пул героев, поэтому... Ну, может, Аркварна какого-нибудь забанить. Как вариант. Вообще, пуша очень мало у Вичи, поэтому такое... Могут что угодно делать Ликвиды. Так, а вот тут у нас забанили Эмбер Спирита, да? Ну, не знаю, не знаю. Я бы... Я благодарен команде Ликвид за то, что они забанили Эмбера. Я не хотел бы его видеть больше. Нам хватило сегодня двух Эмбер Спирита в исполнении Ноуана. Хватит, спасибо. Хотим что-то еще. А то в миде противостояние Темпларки Эмбера уже немножечко поднадоело. Ну что, Вичи. Вот у них сейчас реально сложный момент, потому что я реально не знаю, чего они... Чего хотят сами Ликвиды. Вот беда в чем. Опять же, мне кажется, ничего не предвещает беды. Можно сыграть через Арквардена. Если позволят Вичи. Но Вичи будут наращивать Темп и будут стараться играть активно. То есть, скорее всего, против Арквардена... Точнее, Арквардена ты не хочешь брать на легкую линию против Спиритбрекера и Дарксира. Это очень душный момент для Арквардена. Его просто, скорее всего, зажуют прям по таврам, и никто ему не поможет. Парышин в этом плане не прям хороший герой. Так что, скорее всего, нет, Арквардена не возьмут. И Ликвиды, иначе их переедут просто в Вичи. А вот тогда какой-то, может, Джиггернаут остается в пуле. Неплохо так, чтобы стоять. Но есть еще тролль, наверное. Ну так, если уж наверняка. Хотя я тоже не знаю. Честно говоря, Дарксир Спиритбрекер выглядит, ну, просто невероятной. И такой силой, мощью, которую какой-то Аркварден... Да, точнее, какой-то тролль, Джиггернаут, мне кажется. Только Джаггер может за счет крутилки как-то перебороть. Но, опять же, контроля просто очень много. Но я бы, наверное, на месте Ликвид все-таки думал между Джаггером и кем-то еще. О, Джаггера забанил, велико. Великолепно просто. Делает все хорошо. Вичи гимминг, правильно понимают. Не такой большой, на самом деле, пул остался керри героев. То есть, Марфа забанил. Но Мору здесь вообще был бы плохим выбором, по-моему. Ну, то есть, да, он мог постоять, попробовать, но при этом, когда в него дает разгон на раннем этапе, там вообще душка. А вот и Манки Кинг появляется, герой, который закроет темпларку в миде. Небольшая такая авантюра, но я думаю, что Ори справится с тем, чтобы развалить лицо. Вихи. Ну, опять же, в чем задача Манки Кинга? Ты просто добиваешь крипов, не даешь крипиться темпларке. Ну, и самое главное, стараешься не умирать. Заряжать себе палочку обязательно на джингл-мастере, вот все такое. Ну что, время для Ликвидов решать, кого они хотят на керри. Честно говоря, есть Найкс какой-то, но мне он совсем не нравится. Оу. Оу. Ну что, Соляра. Это Соляра для Меркла. Я не знаю, как это еще назвать. Но тут нет, с другой стороны, каких-то интервиков. То есть, зачем нужен был антимаг, тоже не до конца понятно, но... В принципе... В принципе... Ну, ладно, пускай будет. Не прям поддерживаю эту историю. Кстати... Ну да, да, все правильно, все правильно, да. Что-то меня... Как-то тюкнуло, я подумал, что нужен герой был для центра в последний момент. Потом думаю, нет, что-то бред какой-то. Да, ладно, надо собраться. Собраться, я думаю, надо всем. На самом деле, интересные взяли себе драфты Ликвиды. Ну, вообще, конечно, да, лайт-потенциал у них вообще очень качественный. Я бы даже сказал, что мне их драфт нравится больше, но нельзя не отметить... Нельзя не отметить большую такую агрессию со стороны Вичи Гейминг. Потому что Висп, Герокоптер, это герои, которые куда угодно могут прилететь. Какого-то контроля может не хватить, кстати, на антимага, если что, самим Вичи Гейминг. Но, с другой стороны, и у Ликвидов тоже контроля не то, чтобы прям очень много. Не знаю. Самое главное, конечно, Вик не проиграть свой лейн. Очень сильно главное не проиграть. Тут, конечно, все будет зависеть только от исполнения Ори. Но, тем не менее... Не очень хотелось бы проигрывать. Я думаю, совсем не хотелось бы. Так. Конечно, в этой карте будет не так легко, как с No.1 в миде. То есть, здесь как раз решили Вичи надавить на то, чтобы Темпларку продушить. Да, чтобы она была... Может быть, ее... А, ну, ее будет Эйон Шелл пробивать. Да, то есть, опять же, стараются брать героев против Темпларки. Да, каких-то, которые будут так или иначе ей сбивать рефракшн. Ну, вот, собственно, Эйон Шелл очень хороший ресурс, которым можно сбивать рефракшн. Быстро, причем. Поэтому все будет. Тот же Дивайн, например, на Брат Руме будет бегать, все время душить Темпларку. Это... Это клево, да? Ну что, давайте разбираться. Кто у нас на какую линию пойдет. Самое главное сейчас, мне кажется. Все-таки Best of 5, это дело такое. Можно начать вяленько. Может, проиграть кто угодно. Не важно, как там все это закончится, закончится дело ли. Вообще, быстро. Ну, вообще, конечно, да. Как я уже говорил, Лейт Пент Сал хорош у Ликвидов, но... Но при этом, я думаю, задушить можно. И нужно задушить команде Вич Гейминг. Посмотрим. Все очень сильно зависит от того, как линии выстоятся. То есть, если все будет благополучно для Вич, как они, в принципе, и хотят по своему драфту, да, то, по сути, должно быть все плюс-минус на правах Вича. Дело в том, что Вич — это команда, которая, как правило, старается играть больше... Больше, как позиция... Точнее, больше на Лейт Гейм берут фокус. Но, опять же, увидим. Если они дальше реально будут играть на Лейт, тогда у меня есть проблемы у команды Вич Гейминг, очевидно. Потому что в Лейте против Антимага и Тембларки будет очень непросто. С тем же Манки Кингом и Герокоптером это несравнимые персонажи. Вообще несравнимые. Так, ну что, поехали разбираться. Пока у нас три лейн на три лейн будет. Временно, временно. Очевидно, Висп сделает ТП наверх. Так, первый Эйон Шелл пошел. Дивай уже потихонечку разминает людей. Опа, вышли в Куро. Ну, вот тут мы Глан Фейда не потерять сейчас, иначе будет совсем обидно. Кстати, а урона-то реально много. Миракл, Миракл, может быть, Блинг сделает? А, нет, он себе первый взял, все, сори, тогда. Забирают на ФБ, если что, Джейч. Зарабатывает первую кровь Вич Гейминг. Выжил, если что, Фейд. Правда, Куроки. Хорошо, сделали они с Мираклом. Главное, чтобы Миракл не потерялся. Два Эйон Шелла, за ним уже выехали. Миракл. Очевидно, без Блингка. Вот, не знаю, насчет того, правильно было ли брать себе на первом левеле... Моноберн, ну ладно. Так, у нас Куроки пока разбил Баунти Руну, если что, делает все красиво, отходит. Скорее всего, здесь пока мы больше ничего не увидим. На этом должно быть все, да? 2-1 счет в пользу Вич, классно. Что по поводу Баунти Рун? Папарацци забрал одну сверху, еще одну не дали, как мы видели, забрать Вич Гейминг. Солидно, да, солидно получилось. Так, а что по поводу... Центральный. Ну, тут пока просто Криппинг, просто Криппинг. Все. Уже Фейт сверху, уже потихонечку гоняют Майн Контрола. Кстати, что забавно, у нас... Опа, Дивай, Дивай, ты чего? Дивай, сильно просел по здоровью. Да, самое главное, что линии-то со стороны Ликвид втроем стоят. Стоят, втроем играют на Миракла. Но вот касаемо Майн Контрола, пока ему очень тяжело. Его хоть и очень сильно харасит, конечно, Фейт. Он, с одной стороны, его харасит, с другой стороны, Фласка имеется у Кентавра. И плюсом ко всему, можно отметить, что у него 12 рядов ретелиэйта уже имеется. Так, Куро, он немножко встрял. Куро сейчас могут забрать, но GH, молодец, да. GH, это, наверное, одна из самых больших его сигнатурок. И этот земель, это вообще качественно, очень. Так, ну и, судя по всему, уже за в линии будет постоянно находиться у нас какой-нибудь... Дарксир, наверное, да, в исполнении Вичи Куро. О, подаём шелом, ещё тычечку. Эх, поторопился Дивай, надо было подальше пройти. Ещё бы немного урона. А, так он не стесняется. Он сейчас ещё одну тычку выпишет, но уже хп-мамагу Куро. Прыгает к уроке, уходит Дивай на GH. Ну, по-моему, GH конец. Если сейчас развернётся Янг, никто не сделает ТП на помощь. Есть ТП от Опарэйшена, Куро уже дома у себя. А зачем сбил-то разгон Дивай? Не совсем ясно. Ну, ладно, не прям серьёзно. Это задачка такая вышла. Ну, окей, в два Айон Шелла. Конечно, Крипчиков забирать вообще одно удовольствие. Я думаю, тем более, когда ещё брат Рум танчит всё это дело. Для Янга прям вообще... Потрясающе всё. Окей, оставили у нас антимага на фрифарме. С другой стороны, сверху фармить тоже очень здорово. Гирокоптер должен, по крайней мере, фармить. Ему там никто не мешает. Но GH немного встрял. Тут Янг ещё тысячечку-две надо будет дать. Нет, решил не идти. Понял, что не добьёт. Нет смысла тратить время и, возможно, даже ресурсы, ситпоинты. Так, Ори на месте в миде. Нормально так похарасил. Ну и вот смотрите, как это работает. 10-5 у нас Манкинг в миде. Виха 5 на 5. Очень плохо крепится. Ну, в этом и есть суть Манкикинга. Заряжаешь палку, динаешь крипов. Ты молодец. Всё. Так. Ну что? Сейчас самое главное, конечно, по ХП не просесть теория. Тут внизу нападение на кувырок. Кура погибает. Однако есть размен. Но, в принципе, килл девайс работал. Правда, GH с маной. Единственное, что он первого уровня. Забирают там где-то сверху майн-контрола. Ну, а вот, в принципе, на какого-то Янга, я думаю, даже Тембларка была и сместилась с удовольствием. Нет? Чё приехало? Фласка приехала Янгу. Ой, как неприятно. Ещё и Солринг долетел. То есть, он, в принципе, сможет нажать кнопки, если на сюрже уйти. Нет? 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 Почему? Янг. Не хочет нажиматься... Не хочет нажать себе Солринг, чтобы ХП не потерять. Ладно, понял. Ну, девай. Девай, кажется, приехал... Помочь. А получается, что будет умирать, скорее всего. Забавно вышло. Ну, ладно. Не страшно. Опять же, не страшно. Что же мы имеем сейчас? По Крипстаду. Первое место у нас Антимаг. 26 на 4. 25 на 9 Гирокоптер. Ну, подинаем чуть-чуть лучше, конечно, в Гиру дела. Другое дело, что Гирокоптер как-то так себе пока идёт. Даже несмотря на фрифарм, вроде бы что-то пропускает всё-таки гиро. Но бывает. Ну, Гирокоптерам тяжело фармить, пока у тебя нет каких-то там двух-трёх в Рейсбандов. Да, всё-таки это важный ресурс, который обязательно надо нафармить. Ну, а тут что-то летит к Ори. Как у него дела? Ну да, 15 на 7 он всё ещё лучше, чем Вих крепится. Но в этом... В этом должно было быть преимущество Манки Кинга у нас. Так, что тут у него? Во второй в Рейсбандик себе собирает. Медленно, верно, фласки приносит. GH приехал. GH, а может не приехал, замёрз брат Рум. Брат Рум должен погибать. Да, Миркл его убивает. GH выживает. А пойдут ли за Янгом? Вот ещё вопрос. Ещё замедление немного от Куро. Можно вкатываться. Скорее всего, вкатывается. GH молодец. Правда, это байт был от Янга. Янг забирает. Забирает. Забирает всё-таки. GH завершает его выступление на данной линии. Ну и Янг ещё тычка летит. Есть. Есть такое. Можно было просто руну забрать. А там тем временем Виха в миде. Сильно просил по здоровью. Пришёл GH. Фласку накинули на Виху. Хорошо. Девайсы берут. Скорее всего, можно даже пинать Ори. Единственное, что Ори уже имеет три заряда на Темпларке. Вот теперь они спали. И можно идти куда угодно. Главное, конечно, хотел сказать, трапы какие-то поставить. Но нет ещё шестого уровня у Вихи. Да. Напряжение выходит, кстати говоря, к уроке. Вот, но измедление приехало. Рефракшн, если что, нет, правда, у Вихи. Но, в общем-то, оно и не нужно сильно. Да, забирают его. Прекрасная работа. Кстати, интересно, что Виха себе взял на разик... Мелд. Взял себе на разик Мелд. Хотя выгоднее, наверное, было бы с Пси Блейдами. Но, может быть, он Мелдом... Анимацию сбивал Манки Кингу. То есть, имеется в виду, когда на тебя замах уже идёт. Да, ты нажимаешь быстро Мелд, пропадаешь из зоны видимости, соответственно, тычка там не проходит. Анимация сбивается. То есть, может быть, так делал, но, опять же, делал такой. Окей, лишним, очевидно, не будет у нас Мелд. Рано или поздно Темпларка всё равно пойдёт фармить Эншентов. Там это обязательно пригодится ей, поэтому не принципиально. Ну что ж, Миракл дальше фармит. У нас выходит в БФчик Миракл, если что. Да, конечно, особенно приятно смотреть на антимага в исполнении Миракла. Майн-контрол, врываются на него всей толпой. Просто ракета летела, Куроки на месте. Да, главное, что Куроки не погиб, правда, рядом есть ИДЖ какой-нибудь. Можно впрячься как-нибудь, поймать, может, Дивая даже. Дивая сейчас заледенела. Папарацци на месте, пятого левела Папарацци. Если что, Шрайн, заряженный у Ликвидов, нажал на Курона Шрайн. Хорошо, жив-здоров. Янг, тем временем, Соло погибает от рук антимага. Ну, а вот тут у нас, кажется, Куроки приехал, да? Да, есть взнос для Папарацци, ещё дополнительно 170 монет. Но какого-то джейча, наверное, будет тяжело забирать. Маны мало у Папарацци, чтобы нажимать на кнопки, скорее всего, да, на этом пока тормознул. Так, а как там в миде дела? В миде у нас 1800 имеет Манкинг, 1900 имеет Темпларка. Да, по таймингам, конечно, всё, ну, откровенно говоря, не очень хорошо. Ни у одного, ни у другого, причём. Другое дело, что Темпларка-то камбэк идет легко. То есть, вот, когда ты берёшь Манкикинга, ты, наверное, больше планируешь файтиться, да? Всё-таки у тебя там быстро герой получает левел. И с шестым уровнем можно пытаться пойти поставить где-то арену, пойти поставить что-то ещё. И вот как-то вот за счёт этого, может быть, переиграть, не знаю. Потому что, конечно, Темпларка потом по камбэку намного больше шансов имеет, нежели чем Манкикинг какой-то. Всё-таки на МК нужно как-то потеть именно, что стараться выигрывать. Но это сложно. Это, конечно, сложно. Окей, паузу. Снимают. Выхиливаются пока Вич и Гейминг. 9-8 счёт, если что, ликвиды идут неплохо. Так, ну и... Что будет виха фармить? Два врейсбанды есть, Блайтстоун есть, седьмая минута. В принципе, скоро будет ПТ-шка, да? То есть, опять же, по таймингам прям очень сильно, чтобы сказать, не проседает по КТ-шке. Нормально. Так. Ну что, будет выход, наверное, да? Несколько стволов сразу попытаются забрать как-то Виху. Въезжает. Дивай не въезжает. Всё-таки не доехал до конца. Это самое обидное. Заледенел немножко Дивай. Работает виха под рефракшеном. GH тоже вкатился под секьюрил. Просто килл. Отлично. Получилось ещё и пару припов с Динайл Виха. Просто великолепно. Молодцы, ликвиды. Ну и не могу не верить, конечно, в этого антимага. Восьмая минута уже есть ПТ-шка Персиверанс. Миркл просто великолепен. Восьмой уровень. Смотрите, прыгает дальше на Янга. На месте GH. GH! Хорош! Ну и забирают килл. Ещё 200 монет для Миркл. Просто отлично. Великолепно. Два врейсбанда. ПТ-шка. Как же у него всё хорошо. Ори в миде тоже погибает. Сыпется команда Вичи Гейминг. Что с ними происходит? Не узнаю, Вичи. Ну ладно. Может быть не разыгрались ещё, не раскликались. Кто знает, все-таки целых две карты играли. Правильно? А Вичи-то сидели ждали. Просто рассматривали внимательно игру Virtus.pro и Liquid. Поэтому, возможно, сейчас, конечно, преимущество у Liquid. Но, опять же, оно крайне небольшое. Возможно, всё изменится. Но, честно сказать, при таком темпе я очень сильно сомневаюсь, что на первой карте остаются шансы увидеть драфт. Конечно, у них, откровенно признаться, проигрывает. Ну, то есть, нет, если они исполняют хорошо и бегает вот эта вот корова под Дайон Шеллом с Дарксиром, кого-то прессуют, да, как у них было в начале, то здорово. Ну, у них всё должно было бы получаться, но оказались сильнее в исполнении, намного сильнее в исполнении оказались Liquid. И поэтому вот сейчас мы имеем такую ситуацию, где на девятую и десятую минуту две тысячи перевез за командой Liquid. Ну, нормально, пойдёт. Пытается Ори сломать этот трап, чтобы получить там 30 монет, кажется. Это довольно много на самом деле. Тем более, что даёшь две тысячки, по сути, ради этого, которые там ничего по логике не стоят. Так, ну что, въезжают в Дивай, Дивай, сильно встрял, Дивай, сейчас будет, наверное, погибать Дивай, заледенее, скорее всего, даже, да, так и есть. СДДш какой-то жал, если что. Есть погоня за Liquid'ами. Ну, тут можно забрать, наверное, только что к уроке, хотя... Ну, разбежались глаза. Просто разбежались в разные стороны глаза. В Вич и Гейминг они не смогли никак скоординировать свои действия. Бывает, бывает, случается такое. Ну, что ж. Ну, что ж, просто немножечко мы ожидаем, да, я так понимаю. Очень активные у нас игры, конечно, целых 2 кило в минуту, если посчитать, да. 20 кило сделали за 10 минут, ребята, на карте. Хорошая, активная, стремительная такая игра. Мне очень нравится. Я очень люблю активные игры. Как раз это, вот, знаете, в духе команды OG, когда постоянно нон-стап идет какой-то файт, да, кто-то сражается с кем-то, там, форсы на ошибки и так далее. Дивай. Ай, Дивай! Что ж ты наделал, Дивай? Ну, тут даже больше, наверное, ошибка Манки Кинга. Дивай ворвался. Есть лакетное обережение. Короте забрали. Лакетка дальше летит. Нанашли G-H. Остановили его. Отличная палка была от Ори. Да, не доиграл, если честно, Ори. Кроме, сильно не доиграл. А, стоп, что? У нас погиб Дивай все-таки? Ну, ладно, разменяли одного суппорта на двух. Потратили немного ресурсов. Отделали с легким испугом Ликвид и продолжать дальше. Фрифармить интимаг. Это самое основное, что хочется выделить после этих событий. Не доиграл сильно Ори. Он прыгнул на ветку. И если как-то он-то мог повлиять, да, на то, чтобы дерево не упало, то вот Баратрум, который бежит, он не может менять направление. У него просто чардж, который он не контролит. Вот и все. Прикольная штука. Забавно получилось. Если бы это еще смогли как-то наказать Ликвиды, то было просто волшебно. Но пока... Пока и так сойдет. 2000 у нас перевез за командой. Ликвид продолжает антимаг формировать. Кстати, говорю по поводу фарма. У нас уже очень скоро появится БФ. То есть это будет где-то минута 13, наверное, после ПТшки. Это очень здорово. Так, поймали Папарацци. Папарацци под себя кулдаун. Обросил Миркл на месте. Есть. Монавоид волшебно все складывается. Взносы для антимага... Хорошо. Хорошо идут. Покупается ли БФчик? Все восхитительно. Блинк у него замакшен. Так что, по сути, все. Антимаг теперь должен заливать соло эту карту. Скорее всего. Ну, я даже не знаю, как ему помешать. Откровенно признаться, драфт был у Вича настроен исключительно на то, чтобы давить, душить. А в данном случае Висп героя не наберут никогда в жизни такого темпа бешеного, чтобы догонять от этого вот Миркла. Миркл действительно чудо все-таки. Он очень хорош. Сомневаться, его игра. Точнее, сомнений никогда не вызывала его игра. Так. А что по поводу Вихи, кстати? Как у него дела? Есть ли у него какие-то прогрессы? Кстати, а нормально-то все. То есть, ПТ-шка, два в рейсбанна, Мидрилл Хаммер, Блайтстоун, вышку в миде сломал, 13-ая минута, где-то к 15-ой появится у него дезолятор. Ну, это будет вообще отлично. Да, линия у него была не самая простая, но потом он камбэкнул, тоже нормально все. Так что, все отлично, да? Все очень даже неплохо, все очень... Хорошо. Так, в кого разгон? Дивай бежит или что? Нет, никуда уже не бежит. Дивай. Передумал. А вот касаемо ликвидов, кстати, можно и подумать что-то. Есть у них айсбласт, есть у них вкатиться возможность. Так, сантрию поставили. Куроки видно, если что, на вардике. Вот куру тоже свою сантрию поставил, причем нашел сантрию врага. Еще я, опс, врага нашел. Идеально просто. Вардецкий. Великолепный просто. Так, ну что, манк контролл заряжает себе ретелиейд. Поехал Дивай. На него стомб не удалось сдать тайминг. Ну а дальше чего будет? Вардик поставили сами ликвиды. Видят тоже манк кинга. Понимают, что он пришел три героя на три героя. Может быть поддерутся как-то ликвиды, нет? Или они очень прям... Готовы просто держаться по своих позиций, да? Ждать пока антимаг нафармит. Антимаг вышку сломал, к слову. Уже почти нафармил Сабияшу. Мидасик приехал к манк кингу. Ну, знаете ли, Мидасик это дело такое. Опасное, опасное. Но вообще да. У Макатича игра, мягко говоря, не пошла. Прокачался он через первую пассивку. То есть, получается, хочется ему сражаться, идти в бой, давить как-то, стараться. А получится ли? Вот в чем вопрос. У него обычный тапок, два врейсбанда. То есть, даже фейзов нет банально, чтобы таргет свой догнать как-то. Печально. Реально печально. Еще, смотрите, Силы... 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 Силы Свет? Да, Силы Света. Использовали скан. И он закончился прям буквально за пару-пару секунд до того, как туда добежали ВИЧи. Ладно, неважно. Это такая любопытная история. У нас пока забирают сами ликвиды, если что-то в рог. Никто не пришел мешать. То есть, еще немного денег для антимагов. Все эти 1-вышки сломали вообще ликвиды. У них очень хороший шанс, как я уже говорил, выиграть эту первую карту вообще без каких-либо проблем. Потому что ВИЧи, конечно, не смогли. Просто банально не смогли реализовать потенциал. Намного сильнее в личном исполнении исключительно оказались ликвиды. Поэтому антимага не задушили. По сути, играли только против суппортов практически. Да, все вот это время. Дарксир плюс спиритбрейкер. Не знаю, не знаю. Очень, очень вяленько, конечно, пока. Так, папарацци. Фармит себе БКБшечку после Меллштрома. Нормальная штука. Так, ну а Миркл пришел. Просто пришел формировать. Ну, на самом деле, Миркл давно уже, скажем так, намекал на то, что он хочет играть на антимаге. Поэтому даже, знаете, смена Матуба Мэна, она лишь помогла Мирклу сесть на его любимого героя. Я прям даже, не знаю, не сомневаюсь в том, что Миркл очень любит играть на антимаге. Даже когда на миде он играл, он пикал его в центр и потом уходил в лес, если что-то шло не так. Поэтому на видосике на ютубе там очень большую популярность обретали и потом стратегии такие в паб пошли. Так, у нас драка тем временем идет. Уже развалили два героя. У команды Вичи Гейминг очень красный. Янг прыгает дальше, Миркл забирает его через мановой, это очень больный. Майн-контрол у красной Куроки уходит дальше, в Рашпит глубже. Ори его забирает по итогу, минус два. Со стороны Вичи Гейминг выкупился Висп. Сейчас будет увозить, наверное, папарацци, либо до конца пойдут они хоть кого-то забрать. Да это не важно, драка-то пустая, по сути. Ликвиды уже выиграли ее. Дальше за Ори идут, трапа взрывается, едет сюда Джейдж, но камней, походу, нет. Ну и самое основное, что подинет еще и Ори. То есть драка вообще ни к чему не привела. Ну, имеется в виду, к положительным каким-то моментам, со стороны Вичи Гейминг не привела. Драка была заранее провальная, потому что Ликвиды уже забрали Рошана к этому моменту. Только-только пришли Вичи, БКБ не было у папарацци, у Манкинга в принципе ничего не было. И, ну там просто вообще все было отлично для Ликвид. И позиция получше, и как-то они сразу скоординировали свои движения. В общем, даже не знаю, зачем шли драться туда Вичи Гейминг, Дивай. Ой, как больно. Трапу взорвали, Дивай сейчас поедет. Какой же рейндж этот дикий? Вы вот просто подумайте, насколько же далеко еще стояла Тампларка. Джейдж, Джейдж, было забавно. Насколько далеко стояла Тампларка от Дивая, и каким образом он просто поймал ее? Там еще куроки кидала из Бласт, лол. Но он думал, что остановит с Братрун. И пойдет по центру пешочком просто. Тем более, что кнопки-то на него потратили. Так, ну, кстати, Меркл, 17-й левел на 17-й минуте. Что? У него есть манта, у него очень хороший тиммейт, у которых есть уже два блинка. То есть имеется в виду на Кентаврии и на Тампларке. На Тампларке еще Дезик, напомню. Поэтому вышки должны очень стремительно ломаться. Здесь в исполнении команды Ликвид. Скорее всего, заберут вышку в миде. После вот этой вот... Ну, в идеале, можно и на ХГ-то пойти. А что нет, а Гидис-то имеется? Слушайте, а борзые Ликвиды? Щит и Лего тут идет. Хотя бы она красная, конечно, но это не важно. Главное, что она есть, она будет наносить урон по Тавру. Так, а что делать сейчас Вич? У Вича-то не готовый герой к тому, чтобы как-то обороняться. У них даже арены до сих пор нет. У Манки Кинга не говорят уже про какие-то слоты. Игра очень тяжелая для Вича гейминг складывается. Просто тотальный аутплей, банально. Так, это было забавно. Отпрыгнул Виха. Надо Т3 забрать. Обязательно надо забрать Т3 и Дивай. Прыгает на Виху. Стенку поставили. Кулдаун пошел. Палкин Лори. Арена. Арена появилась. Хорошо. Арену поставили. Очень красный, конечно, Дивай. Хочется его забрать, но его забирает урна. Так, Стампеда пошла. Оперативно забрали там Пларку. Просто шансы не оставили. Вышка стоит. Миркл воюет. Миркл надо уйти. Забрали также еще кого? Забрали Янга. Ну все. Ликвиды уже не хотят боевать больше. Плохая, плохая реализация блинка была от Вихи. Когда он отпрыгнул, возможно, этого не стоило. Ну, по крайней мере, нет. Он это сделал-то правильно. То есть он отпрыгнул, но нужно было дальше тогда, скорее всего, не возвращаться. Опасно было. Но думал, что тиммейт помогут. Стампеду нажали, как только рестнулся Виха, но ему это не помогло. Там была еще одна палка, судя по всему. Плюс, возможно, еще корова тоже как-то проехала хорошо. Я не обратил на это особого внимания. Нет, за коровой же сам бегал Миркл. То есть сто процентов палка была. Все, все. Ну вот вам и ответ на вопрос, почему так быстро умер Виха. Арена, гирокоптер. Собственно, вот. Баундлэстрайк еще тоже заролял. Так, а из бласт пока проверочный. Пристреливается, опять же, Куру Пакамис. Ну что же. Продолжаем наблюдать за интересным, интереснейшим столкновением в рамках эпицентра мейджора. Ну пока смотрятся сильнее Ликвиды. Но тут смотрятся они только в рамках первой карты, если честно. Откровенно признаться, я не могу выделить какую-то явно более сильную команду. Просто есть сигнатурный антиманк для Миракла, да, это одно. Но есть просто более сильное исполнение от Ликвид, это тоже к тому же первому. И, конечно же, драфт. Вот драфт прям сильно прям душит, если честно, самих Вич и гейминг. Не знаю, зачем они так и захотели поиграть через виспа гирокоптера. То есть вроде как хороший темповый гирокоптер может задушить антимага и все остальное. Но просто по исполнению немножко не доиграли Вича. И вот, теперь мы просто смотрим на последствия. Ну что, смоки разбивают Вич, гейминг попробуют сейчас куда-то выйти, кого-то принять. Ну вообще, я думаю, это если будет провальный, откровенно провальный файт, то скорее всего это может быть последний смачок. На Миракл въезжают, Миракл не успевает нажать кнопки свои, еще один баундлэй страйк, манту хотя бы, есть манта, ракетка будет лететь до конца, контерспелл какой-нибудь там еще должен быть. Поставили стенку, Миракл, тайминги, очень откровенно страшно, Миракл упрыгивает, должен быть контерспелл, должен быть контерспелл, есть такая штука. На релакете также врываются в него, слушайте, как же долго он живет, стампиду нажимает, все-таки его союзник и Миракл бежать, не оглядываться, Миракл. На месте, конечно, девай, дальше упрыгивает Миракл, все, он жив. Как же потно это было, через почти всю легкую линию, то есть самая долгая линия команды Вичи Гейминг, всю ее пробежал Миракл, дальше-дальше фармить. 200 хп, неважно, просто фармирую, ничего, ничего не боюсь, просто фармлю. Ну это я понимаю, вот это керрия, 7-1-4 играет, кстати. Да, Миракл, конечно, это next level play, я так думаю. Виха, что купил себе Виха? Так я ничего не купил, 21-ая минута, а БКБшки до сих пор у него нет, только есть 1700 монет и, честно говоря, пока не прям то, что бы впечатляет. Хотелось бы что-то еще, хотелось бы Блокинг Бар, вот был бы БКБ уже готовый для тембларочки, да, то можно было уже говорить о том, что все, пора идти на ХГ, пора идти заканчивать. Да, но мы понимаем, что темп игры несколько замедлился, да, если кто-то не заметил, так и произошло. У нас очень бурное было начало, активное в исполнении самих же Вичи, также хорошо отвечали сами Ликвиды, реализовали неплохо персонажей. Ну вот теперь у нас как-то немножечко все замедляется, потому что набрал Медасик и Малыш Тром себе Манки Кинг, ему будет теперь тоже пофармить. Очевидно, что антимаг догнать по фарму невозможно, поэтому нужно хотя бы минимум какой-то набирать, говорят Вичи Гейминг, поэтому, собственно, фармить Гирокоптер, фармить дальше Манки Кинг. Ну и мы тоже смотрим за тем, как ребята формируют. Самое основное, что теперь мы можем увидеть или от кого ожидать какие-то выходы, это, я думаю, Ликвиды. Все зависит от Ликвидов, то есть они сейчас ждут, скорее всего, Рошана, да, скоро он у нас появится, он. Ну и вот там уже можно что-то рассуждать, о чем-то говорить. Так, ну что, Вичи Гейминг? Релокейт на миддл, так, любопытно, арену поставили, все выбежали на стампите, хорошо, забрали еще Дивая, но на месте папарацци расстреливает, там, конечно, всех, кого только можно, едва живой Джейдж, но он спасается. Кто-то погиб еще, это Фейтбелл, как, его куротик просто убил, забавно. Кстати, Миркл прыгает, нападает на Янга, Янг, башки работают, еще там, станут отличные просто от майн-контрола. Миркл что-то такое, бежал за Ори, не получилось дойти до конца, ну и да, с деревом он не видел, не видел просто, что МК был там. Хотя, кстати, забавно, я думал, что на, будучи на ХГ, да, то есть на уровень выше, нежели чем-то, елка была, срезал, все-таки ту же самую нужную елку срезал, Миркл чуть поздновато. Да, думал, что увидит, где именно будет находиться, но там, видать, нужно совсем на два уровня быть выше, да, судя по всему, все-таки он на самом верху елка сидит, может быть, и... Ладно, неважно, неважно. Что получается, Эбисл приехал к Мирклу, вот теперь будет особенно опасно нападать самим Вич и Гейминг, потому что последняя контратака с, возможно, даже каким-то неожиданным выходом. Кто знает. В бабочку дальше идет антимаг, хорошее решение, на самом деле билд у него самый простой такой, самый распространенный, наверное, и самый удобный, я бы сказал, потому что мне очень нравится манта, дальше выход в стабильный башер, ничего не надо придумывать, собственно, во фляй выйдет, по нему не будет попадать гирокоптер, по нему не будет попадать преимущественно Манки Кинг тоже еще, то есть приятно, удобно и вообще, в принципе, без выпендрежа, что называется. БКБшечка готова для Темплар Ассасин, стал повеселее. Так, Джейх ворвался на мужика, Джейх протловит, но это было хорошо, это было забавно. Да, убил, если что, Дивая у нас, все-таки Джейх, ну, будем откровенны, да, убил его Джейх, напал-то он на него. Ластик, конечно, для Кура, но это только Айсбласт. Мирку пришел, Ори на месте, под БКБшка, если что, сделал ТП на базу сам гирокоптер. Ну, из хороших новостей, конечно, Ликвиды выбили БКБ, плюс еще разменялся Джейх, то есть четверка на четверку, и, ну, конечно, это плюс, конечно, это огромный плюс для команды Ликвид. БКБшка-то не вернется уже, зовет БКБшки. Ори прыгает, ой, как забавненько, но не знает, мирокуда, да, там дальше упрыгивает еще Манки Кинг, сомневаюсь, да, сомневаюсь, что найдут, очевидно. Сложная эта история, сложная немного, да, но ничего. Такс, ну что, Рошанчик, ждем Рошанчика, Рошан очень медленно появляется, у нас сколько, 50 еще секунд, минута целая нужна для того, чтобы Рошан встал. Ну, на Рошане будет, наверное, один из ключевых файтов, скорее всего, один из ключевых файтов, потому что тот, кто забирает Рошана, тот, кто забирает Рошана, та команда, собственно, и давит дальше. Конечно, выгодно было бы и Вичи забрать, чтобы можно было поувереннее себя чувствовать, да, чтобы пойти там центры сломать, хотя бы Тер-1, Тер-2, не знаю, вообще, просто хотя бы Тер-2 вышки поломать, как-нибудь зацепить их, порохорасить, не знаю, что угодно сделать. Ну, а то пока Вичи прям совсем скудновато смотрится, мы вот, если посмотрим сейчас на графике, мы увидим уже 15 тонн по ценности за ликвидами, вообще прям хорошо все, ну и по опыту тоже 15 плюсом. Гиро покупает себе фляй, вот, вот это уже любопытная, на самом деле, история, довольно быстро попараться нафармил, просто монстр какой-то, если честно, попараться, я не ожидал, что он его вынесет так скоро, но, учитывая, что у него 4.1.6, кдашечка, БКБ, всего лишь мы смотрим за игрой 26 минут. Конечно, тайминги, когда смотришь за игрой Тер-1 команд, самых настоящих Тер-1 команд, немножко, если честно, дурно становится с того, что ты видишь такие дикие вообще тайминги, такие моменты просто лютые. То есть у нас вот первая была карта, да, помните, когда Террор Блейд играл с Эмбер Спиритом в исполнении Рамзеса и Иноуана, соответственно, да, какие-то там тайминги были лютейшие, как там ликвиды тоже боролись, это, ну, это просто жуть какая-то. Там 30 минут игра шла, там почти у всех уже 6 лотов было, это же вообще, ну, уму не приложить просто. А люди говорят, что Дота еще замедлилась, ага, да. Так, ну что, пауза ставится, у нас вылетает немножечко Висп, будем надеяться, что он там все быстро пофиксится, опять же, это все-таки на сцене уже игры идут. Тем более, это самая главная игра. 2, 10, 11, если что-то, да, у нас Спирит Брейкера, забавная история. Откровенно говоря, как-то, да, не зашел вообще Дивай этот герой. Сейчас еще пара смертей, и у него, когда будет меньше единицы, совсем, наверное, досадно. Так, ну что, выходит у нас на Рошана, Рошана сейчас будут убивать. Итак, скорее всего, прыгать никто не будет из Вичи, да, они просто не успевают, опять же, в эту точку. Возможно, какой-то дисконнект помешал, возможно, еще что-то, но пока мы видим, Стампиду нажимают, и бежит у нас Дивай куда-то на нижнюю линию, просто в страхе. Миркл на месте, сейчас будет еще прыгать, кого-то цеплять через Эбисаларий, но поставили, Миркл забайтил, Миркл с Айедисом, если что. Иглсон купил себе, кстати, Миркл. Вот, ну вот и все, арену забайтили, на арену забайтили, на стенку, кстати, что тоже немаловажно, забайтили, можно толкнуть сейчас какую-нибудь другую линию и пойти, собственно, по соседней. Ну, либо же дождаться, пока стенка спадет, и тоже, в принципе, ничего не боявшись, можно будет идти. С другой стороны, очень хочется, я так понимаю, все-таки фляйды купить себе антимагу, да, то есть он докачается, скорее всего, до фляя, а потом уже пойдут ликвид куда-нибудь. В принципе, конечно, идеально пойти, пока нет арены, арена все-таки это не тот скилл, который кулдаунится прям очень долго, это 70 секунд, то есть минута, я сомневаюсь, что за минуту себе найдет деньги антимаг. Антимаг, это довольно-таки не прям шуточное количество нужно нафармить, да, там нормально, еще половину нужно от суммы, которая имеется у него, то есть где-то, короче, около 1000 монет. Ну да, да, очевидно, конечно, весь фарм оставляют антимагу, может быть с эншентами, кстати, у него все-таки наковыряют там быстро. Подзаруинил немного Виха, зафармил нужный кэмп, возможно, через него бы как раз и хватило. Ну ладно, сейчас крипы появятся через секунду и, возможно, там как раз одна-две там пачки заберет, он их все, все будет. Окей, да, деньги имеются, хорошо, однако, нападают пока на Виху. Виха-то с сырочком БКБ не успел даже нажать Виха, на месте майн-контрол, ультимейта нет у него и все, это кажется конечное, да. Минус три героя просто за секунду забрали Виху, не совсем ясно, на что рассчитывали Ликвиды. Возможно, пока все-таки вот этот вот Виха плюс один, он пока, да, еще не совсем, не совсем вписался, возможно, вот этот как раз мув, он должен говорить о подобном. Ладно, можно попытаться поймать кого-нибудь, все-таки антимаг герой, которого уже сколько там, раз, два, три, четыре слота, да, плюс Аедис, то есть какого-то одного таргета можно поймать, цепануть. Опа, опа, не, все, по-моему, Кабелла для, хотя для кого это, Кабелла, Аури забрали, дальше дерется Миракл 1х5, что происходит, Миракл с Аедисом, цепанули его, Айс Бласт полетел, стенку вызвали, если что, Айс Бласт прилетел, сейчас все подохнут, подъебает, просто Дивай выкупается, тут же Фейд, очень больно, на нем должен быть эффект Айс Бласт, уходит он на Релакейте, если что, забираю от Куроки, так, Миракл, окей, ладно, Миракл, вроде как уходит, но это было забавно, да, жуть просто забавно, это просто Миракл 1х5, и на самом-то деле, ну там еще Айс Бласт был неплохой, да, все получилось, здорово, реализовали Айс, там убили пару героев, главное, чтобы сейчас отдача не замущила, боже, что за дэмэдж, Дивай, даже под Бульдозером, под Сюржом, не выживает, дальше Миракл прыгает, Миракл, как же он их душит, просто невероятно, Джи Эйч ворвался, сейчас будет продолжение, Стампида и Ликвиды идут до конца, папарацци пытаются цепануть на месте, Миракл, Миракл, может Эбисал, или Эбисал на кулдауне, и Миракл прыгает дальше, вот он Эбисал, в Виспа, там есть Гост, убивают пока кого, убивают Дарксира, Миракл, влетел сюда Джи Эйч, есть кулдауна на развороте, Вика уже на месте с БКБшечкой, Фейда должны забирать, есть палка, кстати, Миракл, опасно, но Миракл живет, если что, забрали только Джи Эйча, Ори пришел, два кора осталось, или вообще, в принципе, два живых героя, так будет, вернее, команда Виши, это два кора, есть арена, есть, в общем-то, какие-то ресурсы, Мираклу сыр отдали, то есть Миракл, если сейчас забайтит как-то на файт какой-то, возможно, как раз нажмет сыр, и будет все хорошо у него, манта имеется у Миракла, он просто прыгает дальше до конца, ну, хотят, хотят, ой, Миракл, Миракл на мужика прыгает, просто дальше на Ори, Ори БКБ нажимает, на Ори мало ХП, Миракл сыр съел, Ори погибает, Ори, у него выкупа нет, что делает Миракл, он дальше по Т4 прыгает, а по рации, он там и сыр работает, боже, Миракл, ты какой же ты бешеный, это просто невероятно, должен забирать Миракл центральную, да, 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 забирается центральная линия, скорее всего, ликвиды пойдут дальше, пойдут еще на верхнюю, на нижнюю, да куда угодно можно идти, по сути, пока нет манки Кинга, их пятеро врагов, четверо, Дивай, летит, 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 влетает просто на Виху, тем временем Миракл уже хочет убить Виспа, фейт под Гастом, так, зацепили пока Кентавра, там забрали оперативно, Дивай, есть мановой, как же много деможей, минус Висп, остается два героя команды Вичи Гейминг, и Виха бежит дальше за гирокоптером Папарацци, пытается жить, ускорили Папарацци, а есть бластное опережение, Ну окей, можно сдаваться, на самом деле, уже команде Вичи Гейминг, скорее всего, здесь уже не выиграть, но абсолютно никак Да, надо ломать просто линию, опять же, 5 человек, 5 до сих пор живых, если что, лошадок, поэтому Могут, жидкие, позволят себе вот это вот делиться, делиться, довести до конца Победку-то оформить, окей, Вичи не сдают, смотрите, они играют до конца, просто потеют до последнего, хотя в этом смысле просто ныль, никакой логики в этом нет Гирокоптер уже никогда не станет сильнее, чем этот антимаг, по крайней мере, только если антимаг пойдет просто под фонтан умирать Но Миракл это явно не в целях, не в данном случае, не в этой карте, не в финале эпицентра Ну что, 5 тонн на руках уже антимага, можно в рейсбантик поменять будет, скорее всего, на какой-нибудь скаде, ну или даже что-нибудь круче, кто знает Может сатаник, может быть второй фляй, может быть что угодно, может тараску просто, что особо на мужика просто пойти Миракл просто ничего не боится, на самом деле, в этой карте, поэтому не исключено, что он возьмет нечто подобное Окей, покупает просто скаде Итак Что же, последняя линия осталась команды Вич Гейминг, будут они бороться теперь изо всех сил, есть манкинг бар для героков Но, ну это конечно Не знаю, вроде как он теперь должен попадать по антимагу в теории, но там есть еще темпларка, у нее нулифайр, у нее бкб, а как ее пробить непонятно Забирается в бутылку для Миракла дабл дэмэдж Ну и давайте смотреть, во что это все выльется, Миракл уйдет вперед Сейчас хочет прыгнуть, там возможно прыжок не туда будет На Янга напали, Эбисал разбили ему Так, есть кулдаун, Миракл, Мантай, отлично все загивейдил Ну и дальше погоня, просто на стампиде идут убивать всех, кого только можно Ликвиды, едва живой Дивай, выкупился Дарксир, если что, Дарксир на месте Ори хочет арену поставить, поставил арену, мог быть проблема у антимага Антимагу помочь как-нибудь, Миракл упрыгал, шикарно Убили Джей, еще прав на развороте Ори воюет под БКВшкой неплохо И смотрите, ответку дают Вичи Гейминг, похоже, что Да, переагрессировал у нас по логике антимаг Немножко переагрессировали Ликвиды Слишком много, возможно, отдали ресурсов какого-нибудь там Не знаю, спиритбрейкера Не стоило от того Ну была позиционка хорошая, еще тоже, надо сказать У Вичи, Вичи прям Бодренько стояли, стояли, держались До последнего Ну опять же, суть карты вряд ли это изменит Вичи просто держатся, файтятся, борются до последнего С максимальным, так сказать, респектом Так, Миракл прыгнул Но тут без шансов, да Просто за Эбисол растерли Растерли в хлам Виспа до конца, что ли бежит до конца Антимаг, антимагу нужно помочь Антимаг здесь что, один? Он один здесь Антимагу прыгнуть как-нибудь 60 хп остается у Миракла, до конца идет Оли Ну и, да, все Все, все, не успел, не успел Миракл, все Тысяча, ровно тысячи монет достается Ори За этот ласт хит Это было жестко, да Это было сильно Ну ладно, окей, возможно шансы сохраняются Кто знает Если дальше так будет заходить Миракл Конечно шансы могут и появиться резко у команды Вичи Гейминг Хотя, конечно, должно это быть сомнительно Все-таки уже не та минута, чтобы Не тот момент времени, чтобы комбетчить Тем более с таким драфтом Не знаю, сомнительно Две линии сломаны, как ни крути Виха, начинает разбивать лица людям И нормально-то получается Есть там Бита, нападают дальше еще на Дарсира Убивают его Есть, конечно, Висп Гиро Есть еще рядом Манки Кинг какой-то Который покажет, что к чему Арена есть у него Но самое главное, что Антимаг нет Выкупа-то у него тоже не имеется Окей, отступают просто Ликвиды Аккуратненько пушат линию Ори Медасик надо скинуть Очень хочется, наверное, да? Но медасик Во, найс Окей, скоро будет фляй у нас у Манки Кинга Правда, вопрос, нужен ли здесь фляй Когда уже есть у Манки Кинга Точнее, у Антимага есть Манки Кинг Бар Так, что произошло? Непонятно Точнее, сори А, я перепутал Я, походу, не досмотрел, друзья Да, конечно, нет никакого Манки Кинг Бара у Антимага Есть Манки Кинг Бар только у Гирокоптера Есть Нули Файер у нас у Вихи И вот только с помощью Нули Файера В свою очередь можно пробивать Гирокоптер То есть, ну, чтобы Миссы не душили Просто кидается на Нули Файер Отключается эффект Миссов Собственно, с фляя И все И вот так вот можно попадать по таргетам с фляем То есть, ну, опять же Можно, конечно, купить фляя и Манки Кинг Бар Но, может быть, что-то на Верочку Что-то более такое А я не знаю Давайте посмотрим, что у него есть Чтобы уж наверняка У него только Мелл Штром БКБшка Он плотно себе покупает Ну, ладно, допустим, пойдет Пойдет Курьер Сил Тьмы, кстати, убивают Там шмотки лежали Манки Кинг Кек Вот это просто рофл Но, видать, Джейдж Нет, не Джейдж Это Майн Контрол постарался Да, или, может, оба постарались Не важно, кто старался убивать Курьера Это не главное Главное, чем сейчас все это закончится Без выкупа У нас, если что, Манки Кинг Он закупился по полной программе Прям хорошо сходил Своим пакетом, так сказать В магазик Ну, и надо заходить Выкупа нет У Манки Кинга Есть выкуп только у одного героя Если что, у команды ВИЧ Это, соответственно Гирокоптер Ну, еще через 20 секунд Появится у нас Удивая выкуп на Спиритбрекере Возможно, вот это Тоже Поможет Ну, остальных у всех Либо денег нет Либо таймеры Так что ждем Решений От Ликвид Рошан стоит, если что Рошан-то стоит Рошан видит Аганим Оу Так Ну, В-3-3 понял Куда надо идти Да В-3-3 уже в позиции Сейчас будет Тычку с Молда Давайте, кстати Там у него 25-й левел Ну, подходит То есть Как только появится 25-й Можно будет уже прыгать Поувереннее в героев Там все-таки Стан будет с Молда Оперативно Забрали его Кому Куроки Ну да Читаем Куроки Достается Аганим Чудесно Так Ну что Закончится ли Первая карта Здесь и сейчас Этого Best of 5 Друзья Вот чем вопрос Последняя линия У команды Вич Гейминг Остается И они, конечно же Должны ее дефить Но Ликвидом Все проще и проще До этого было Три линии Которые нужно дефить Вич Гейминг Осталась только одна Собственно Две уже сломаны Да, очевидно Поэтому Вроде как И попроще Вроде как И Аедис есть Но, конечно Родные стены Дому помогать Должны команде Вич Надолго ли Это вопрос Да, перевес 34 тысячи Если что Между Ликвидами И Вич Гейминг Смотрите просто На этот график Жуткий Просто жуткий Невероятно страшный Ну и что Деревья потихоньку Срубает Если что GH Чтобы Манкингу Было не так Удобно передвигаться Еще и трапчики Какие-то ставят На всякий случай Ну и готовы Заходить Наверное, нет? Али не готовы А Едис у нас У Антимага Сыра, я так понимаю Отдали Темпларки Ну а что Миркл хочет Еще немного Побить крипов Может быть Дофармить БКБ Или оставить Байбэк себе Что важнее Миркл Ну хотя По сути Я бы на его месте Закупался Потому что Стоит еще Тир-1 вышка В миде Тир-2 вышка В миде Т3 там Очевидно То есть Игра не закончится Если даже Вы ошибетесь Сильно Ну что Ликвиды Что за терпешка Не свойственно Это ликвидам По-моему Я конечно Прям Не эксперт Но Окей Да Купил себе Точнее Донес Скади Манкикинг Курьер Реснулся Вот и появилась Скади Ну что Давайте Ликвиды Давайте Давайте Что терпеть Что ждать Или они хотят Дождаться Пока все Выгубы Появятся У Вичи Конечно Они их здорово Ограничили Фармить То есть У нас Миркл прыгает Постоянно Фармит Все что угодно Да Но при этом Все мы Так же Понимаем Что Игра до сих пор Идет Возможно Это всякое Киталант Взялся Миркл Скорость Атаки Ловкость Не досмотрел Чуть Подождите Минус Две с половиной Секунды И Мановой Потом взял Ну да Все Все в принципе Любопытно Единственное Что только не взял Рейншплинка Остальное Все довольно Просто Так Ну что Вот опять Собрались все вместе Ликвиды Что-то нам доехало Сейчас в Курьере Возможно Это самое важное Было А ну аганим Возможно Сдали на кентавль Да и правда Может быть Это и было Ключевым моментом Окей У нас 20 левел Зал себе фей Да Теперь у нас Аганим Аганимный герокоптер Что Рефрешер Появился Рефрешер Герокоптера Ну что ж Намеркло Въезжают Палку Даль Оп Ля Бывает Бывает Ну ладенько Ждем Сейчас Тожмут Закончит Возможно Неприятная история Вылетел Дарксир При том что Дарксир у нас вообще В миде Там стоит Возле Т4 Вышек Причем Файт идет Где-то возле Т3 Да Снизу А Дарксир Смотрит в другую сторону Ему тиммейт Говорит Братан Ты не туда воюешь Он говорит У меня лазолахало Все Дэм Дэм Так Ну давайте Почекаем шмотки Какие-то Покаемся Я даже не знаю Что еще Можно отметить Здесь Все По сути Все Все слоты Имеются Бкб Шка Уджи Имеется Даже уже Даже Кур Тоже С слотами Тот же Грифсы Те же Грифсы Собрал Интересно Как будет Гирокоптер Нажимать Кнопки Дальше С рефрешером 2 бкб Или 2 колдана Хочется Так Отжали паузу Пошел Файт Миркл Немножко Встань Пока Куптер Спал Нажал Прыгнул Дальше Виха Стампида Имеется Сквозь текстурки Летят Меньше урона Получают Ликвиды И отступать Походу Пора Да Майнконтрол Поймали Майнконтрол Тут должен умирать Хотя Кто знает Как же он живет Я вижу Нажал Папарацци Виху Тоже цепанули Ну В3-3 Тут по-моему Может на разворот Еще подраться Миркл Прыгнул Монавойт Выписал Такое себе Там все Подайс Бластом Забирают Пока только Дивай Выкупает Если что Имеется Убрат Рума Стенка Стоит До сих пор А можно Сломать Т3 Да 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 Прыгает Дальше Миркл Там Т4 Если что Аккуратненько Грызут Крипы Выкупается Дивай Дает разгон Кстати Первый Т4 Уже упал А второе Грызут Оказывается Виха Прыгнул Поймали Дивай После Байбай Опасно БКБшка Для Миркла Окей Там до сих пор Должен быть Еще А Оно в курьере Только Еще летит БКБ Там до сих пор Аедис Просто Поэтому Нет смысла Особо Переживать Да Прыгает дальше Миркл Вообще Ничего не побаивается В принципе Чем боятся Тиммейты Чем помогут Так Поймали Дарксира Дарксила Должны убивать Да Янг просто без шансов Развалился Выкупается Тут же Напрыгивает На кого А это уже Мангекинг был Если что Да Забрали барак Пока делал Спейс Виха Миркл Работает И кстати Мега крипы Должны быть Да Можно даже Пожертвовать Собой Пожертвовать Аедисон Так сказать Курьер На подлете Ждет сейчас Чтобы БКБ Вручить Антимагу Антимагу Прыгать как-нибудь Кондерспел Прыгнуть дальше Под курьера Нормально Чуть-чуть в сторону Отпрыгивает Миркл БКБ доехала Можно нажимать Выпрыгивать дальше Забирать еще пару героев Команда Ликвид На спейси Гудгейм Валплейт Прописывает Фейт Прекрасная игра Хорошая реализация героев От Ликвид Не все получилось Изначально По плану Вичи Гейминг Действительно Было заметно Что они хотели Начинать агрессивно Хотели давить Но получилось Как-то посредственно Мягко говоря Посредственно Потому что Именно Отсутствие Отсутствие Успеха На ранних Минутах игры Как раз таки Последовало Все К тому что мы Имеем сейчас Это 42 минуты 47 тысяч перевеса И победа Команда Ликвид На первой карте